Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы находимся в концертном зале Palladium И повод тому Eurovision Pre-Party 2015 в Риге Совсем недавно в Риге состоялась встреча участников, лауреатов И просто любителей и ценителей главного вокального конкурса Европы – Евровидение Eurovision Pre-Party в Риге 2015 проходила уже во второй раз На первую встречу в 2014 году не велись немногие участники европейского конкурса песни Тем не менее, событию хватало значимости На концерт явилась экстравагантная и неординарная победительница Евровидения 2014 – Кончита Верст Целью данной Eurovision Pre-Party является объединение ценителей, поклонников, а также непосредственно и самих участников конкурса Чтобы примерно за два месяца до финала познакомить слушателей и зрителей с новыми лицами и их музыкальными композициями А также, как говорится, размять почву под ногами для самих участников Петличные выступления на большой сцене для конкурсантов всегда на пользу Людки – Евровидение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На сцену вступили участники из таких стран, как Англия, Азербайджан, Литва, Молдова, Польша, Швейцария, Грузия и наша участница из Латвии. А специальными гостями вечера были победители Евровидения 2002, 2009 и 2011 годов, а именно Эльдар Гасимов, Мария Наумова и Александр Рыбак. I wanna be the sunshine in your arms, I wanna be the light from shooting stars, I wanna be the queen in your sweet eyes, I wanna be the last spark in your eyes. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts, cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. От участия в конкурсе отказалась Украина, но во возвращении на конкурс заявил Кипр, Сербия и Чехия. Также состоится дебют Австралии, однако в следующих годах она участвовать не будет только в случае победы на конкурсе. Полуфинал Евровидения 2015 пройдет 19 и 21 мая в Вене, а финал конкурса состоится 23 числа. Какая страна победит и возьмет эстафету лауреатов в этом году мы узнаем совсем скоро.